Всемирный форум молодёжи продолжается на федеральной территории Сириус в Сочи по указу президента России Владимира Путина. Это масштабное мероприятие, которое собрало молодых людей со всего мира. В нём участвуют свыше 20 тысяч представителей из более чем 180 стран. На Всемирном фестивале молодёжи состоялось знакомство иностранных участников с представителями субъекта региональной программы фестиваля. «ВФМ вообще в целом важен для России. Это большое масштабное событие, чтобы показать вообще масштаб, наше дружелюбие, что мы открыты к миру, готовы со всеми дружить. Естественно, мы ждём иностранцев, которые приедут к нам в рамках региональной программы в наш Приморский край. Мы их познакомим с нашей культурой, с нашими местами, с нашими достопримечательностями. Может быть, в последующем они приедут к нам снова, либо поступят до Невосточного федерального университета, кто знает. Но мы готовы, мы ждём и хотим, чтобы ребята к нам приехали. Главный смысл показать, что мы открыты миру, мы вместе и мы ждём всех гостей». Подшафной страной Приморского края на фестивале стала Малайзия. На встрече члены делегации рассказали будущим гостям о словах, которые употребляют только в Приморье, а также о крае, в котором их ждут. После презентации был разучен русский народный танец. Отметим, что в рамках Всемирного фестиваля молодёжи иностранцы имеют возможность посетить один из 30 крупнейших городов России. Так малазийцы в рамках региональной программы посетят столицу Дальнего Востока. Юлия Ракотская, Степан Скляров, Ксения Быкова. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова